Друзья мои, это Бельгия. Груйный плац. Так называется эта площадь. Я сейчас провожу здесь дикую экскурсию. Меня спрашивают, почему я называю Груйный плац. Хотя она называется Грамплац. Грамплац это русскоязычная интерпретация этой площади. И именно произношение Груйны, я думаю, меня сейчас смотрят, меня научил граф Вронский. Когда-то, а лет так 12 назад, мы занимались реставрацией вот таких вот самых помещений. И тогда месье граф Вронский пригласил нас на реставрацию. Даст Бог, я где-то сейчас найду местечко. Буквально здесь за углом, на Королевской площади, есть ресторан, в котором пили кофе все президенты Европы. Это традиция. И я имел честь тогда выпить бутылку шампанского. Там выглядит это примерно так. Выходит парень в гусарской форме с саблей. Я забыл, как правильно называется этот ритуал. Даст Бог, потом вспомню, напишу в комментариях. Так вот, вот здесь, на Груйный плац, на площади ты сидишь, выходит парень гусар, берет бутылочку помири. Года не помню какого, податенький был. И с саблей сбивает пробку и наливает холодное шампанское. И вот здесь, по-королевски, вот так выпить шампанское, это такой фитиш. То есть, вот этот вот глоток, глоток этого холодного шампанского, ты будешь помнить всю свою жизнь. Ты будешь умирать и будешь помнить. И не лишне сказать, что всю эту площадь построили вот эти парни, которые за моей спиной. Балерьефы этих парней, вот в этот ряд, виновники торжества, ребят. И каждый из них был, смотрите, этот был плотник, этот был мясник, этот был кожевник. Можете себе представить, что это были простые люди из народа, которые работали, не покладая рук, своим трудом. И все деньги инвестировали в то, чтобы их королевство было самым лучшим в Европе. Почему я это говорю? Это потому что то, чего нам не хватает. Я сам из Латвии, и наше королевство Латвии сейчас погрязло в долгах, погрязло в разврате, и мы стоим в болоте. А когда-то Рига, Латвия развивалась примерно по такому пути. И когда-то такое же достояние было и у нас. Но после Первой мировой пропали такие слова, как честь, доблесть, вера и много благородных слов. И в наше время сейчас есть только деньги, власть, коррупция и прочая нечисть. Это проблема не только Латвии, это, скорее всего, проблема Европы, потому что Европа не рождает больше таких шедевров. Мы ездим по Европе, мы наслаждаемся тем, что было создано в 15-х, в 16-х, в диких веках готики, когда человек ходил в мамонтовой шкуре и бегал за мамонтами с копьем. В современных реалиях, современными инструментами, современными возможностями ничего подобного у нас здесь не рождается. Для чего нужны эти путешествия, чтобы мы путешествовали? Для того, чтобы твой мозг, глядя на это, говорил, о господи, о господи. И чтобы в твоем мозгу что-то щелкнуло, чтобы в твоем мозгу что-то стрельнуло, чтобы ты вернулся в свой город, в свою страну, не подвыпивший и покушавший бельгийских вафель, а понявший то, что так долго в тебе, в твоих генах спало. И может быть у тебя родится какая-то идея, и одним из таких барельефов в твоей стране будешь ты. Вот такой вот он Брюссель с Владимиром Волоком.